С одной стороны, безусловно, это боль за утраченное, с другой – радость за возможность возрождения. Это было 9 лет назад, когда Ментимер Шамиев заявил не только о своем новом витке деятельности, но и программе, способной сохранить исторический потенциал республики и ее привлекательность для будущего поколения, укрепление степени узнаваемости Татарстана и привлечение туристических потоков. За годы активной работы создано немало. Усиление музейного пространства, восстановление памятников и создание новой инфраструктуры для жителей. Все когда-то начиналось здесь. По сравнению с 2010 годом, туристический поток увеличился 15 раз. Кто же мог из нас представить, что через несколько лет произойдет такое? Сейчас эти достопримечательные места ежегодно посещают более 1 миллиона туристов и гостей республики. В марте 2010 года была озвучена тема новой истории двух брендов Татарстана, символизирующих собой визитную многоконфессиональную карту республики. Брендов, которые, как когда-то казалось, так и не сдвинутся с места, фигурально выражаясь. 25 раз за эти годы выросло количество туристов, которые приезжают в Булгару и Свияжск. В прошлом году их было уже больше миллиона. Я уверен, что это цифры стартовые, потому что многие мои знакомые, которых я спрашиваю в Москве, куда бы вы хотели съездить на праздники, в отпуск, на Новый год, они говорят, мы хотим не просто поехать в Казань, мы хотим поехать в Казань, посмотреть Свияжск. Если лето, мы хотим обязательно поехать на Волгу и посмотреть Булгар. В сегодняшний день фонда направлен на образовательную миссию. Присутствующий в зале заместитель министра образования и науки России Павел Зинькович теперь в командном составе. Адемнар к знанию и согласию. Таков лозунг новой программы, направленной на воспитание поколений с учетом эффективной и конкурентоспособной образовательной практики. Нужны люди, а люди – это молодежь, которой мы будем обучать. Итак, очередной страницей фонда возрождения станет создание на базе Казанской 165-й школы учебно-образовательного комплекса, где будут обучать на трех языках. И это, пожалуй, только начало. Дмитрий Биаваров, Дмитрий Берженко, телеканал «Верн». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова